Всем привет, уважаемые друзья! С вами Дед иной, блин! Год, честно вам скажу, был прям пипец какой тяжелый, тяжелый и там в плане работы, и в плане канала, в плане здоровья, все что-то одно к одному свалилось, и очень тяжело, честно сказать, прошел этот год, но мне кажется, он сделал как-то меня сильнее, я наконец-то начал понимать, в какую сторону двигаться мне, в какую сторону двигать свой канал, потому что, когда я только начинал, это были только первые шажки, все было непонятно, я как слепой котенок тюкался, туда-сюда, туда-сюда, в общем, сам не знал, чего хотел, но как-то вот к концу года картина, в общем, вырисовалась, я нашел, наверное, свою нишу, занял свое место под солнцем, и знаю, чего я хочу, знаю, про что мой канал, о чем мой канал, и знаю, скорее всего, знаю, чего ждут люди от моего канала, что они здесь ищут, ну, конечно, в первую очередь, я хочу поблагодарить всех тех людей, которые пришли на канал, которые подписались, которые стали частью моего канала, вы сами видите, что я стараюсь, в принципе, применить все силы, чтобы подписчики были не просто вот каким-то дополнительным фоном там в комментариях, да, стараюсь сделать так, чтобы вы реально были частью канала, сделал рубрику иной, в которой мы с вами поднимаем социальные темы, в которые я приглашаю вас поучаствовать в эфире, делаю так, чтобы мои подписчики рассказывают сами о тех играх, в которые они играют, я хочу пойти дальше, еще дальше в этом плане, хочу, чтобы все больше людей участвовало в рубрике радио иной, сделать ее вообще такой, как бы, болталкой, даже у меня возникла, знаете, какая идея сделать такую рубрику по новостям, типа такие, как это, игра news или hype news какие-нибудь, короче, чтобы все мои подписчики, которые играют в разные проекты, там, где-нибудь раз в неделю собирались, и сами рассказывали новости, какие происходят, нахрена я буду что-то там выискивать, искать какие-то, ну, неоправданные, немотивированные какие-то новости, в то время, как куча моих подписчиков играет в абсолютно разные проекты, знает, что в них там происходит, и они могут сами рассказывать, как бы делать такой вот подкаст еженедельный, да, небольшой, в котором каждый там из зрителей мог бы рассказывать о своем проекте, какие акции завезли, как выкачали бабло, какие обновления грядут и вообще какие тренды последние, ну, неплохая идея, а что бы нет-то. Давайте я подытожу, вот, в принципе, в этом году я понял, про что мой канал, мой канал про бесконечную борьбу, добра и зла, мой канал о тех игроках и о тех играх, которые относятся уважительно к своему игроку, которые требуют денег только тогда, короче, требуют денег взамен на качество поставляемого контента. Все там орали, что я яростный противник, борец с донатом, и вообще донат не люблю, и людей, которые донатят, не люблю. Абсолютно неправда, ребят, абсолютно неправда. Я на самом деле очень положительно отношусь к поддержке любимых проектов, потому что мы все с вами не на святой дух живем, всем хочется и покушать хорошо, одеваться красиво и хотя бы там раз в год куда-нибудь путешествовать. И в этом плане разработчики такие же люди. И если они создали хорошую, качественную игру, если прислушиваются к тому, что пишут игроки, если говорят, что класс имбалансный, то класс имбалансный, значит. Если говорят, что не надо делать вот это, значит не надо делать это. Если говорят, что надо сделать вот то, значит надо сделать вот то. В конечном итоге игрок является конечным потребителем продукта, а все те, кто над ним работают, это, ну как вам сказать, они создатели они не понимают как бы сути финальной да то есть ну создатель как как бог он сделал людей но мне кажется через этих людей он сам себя и познавал в общем кто такие люди поэтому здесь если разработчик эти правила этим правилам подчиняется то такого разработчика надо поддерживать понять что нет его да где-то там какой-то очень идеализированный вот такой разработчик но где-то он там есть в теории да и нам надо его как-то простимулировать вот мой канал про это мой канал про честную игру про равноправие внутри игры про разум да потому что я все время борюсь с каким-то таким отечественным идиотизмом то есть люди играя в проекты ненавиде их продолжать его вот я недавно смотрел один из каналов любимым нашему аркейджу топчику да как вы называете топчик аркейдж вот сидит блогер там в эфире 300 с лишним человек подписан там 30000 50 тысяч человек уже я не помню точно рассказывать про то какое мэру зло и в то же время рассказывать про акцию новую какую-то в аркейджи там опять каких-то лисичек блять козликов завезли я короче в разновидностях дерма не разбираюсь и сидит играет и стримит это и рекламирует по сути да и рассказывает и в рядом сидят там куча людей да да говно говно и все играют все жрут у них все капает отсюда они все равно продолжают это делать это мазохизм игровой мазохизм вот я борюсь как бы с игровым мазохизмом я разворачиваю людей к самим себе я стараюсь показать в зеркале как бы да и в игровом зеркале не в том что я там супер яростный такой борец блять но люди часто не понимают вообще что они делают не отдает отчет почему такой игрок промплохой все говорят что вот российские лохализации до придумали мы это слово а отчего они лохализации от того что мы лохи вот от того не лохализации поэтому вот если у вас просят про что канал иной скажите что он про борьбу с отечественным лохализатором и с отечественным лохами мм вот про это вот я надеюсь что в новом году у меня будет много новых творческих идей по создам может быть какие-то рубрики не всегда у меня на них есть время к сожалению вот но в этом году кстати говоря было несколько у меня прям таких супер архи успешных видео конечно если даже прямо гляну вот самый популярный видео кстати поздравляю вас мою мой видео обзор по гилд ворс 2 за два месяца собрал 51 тысячи просмотров на втором месте идет тоже по гилд ворс 2 чего боятся русские 28 тысяч просмотров skyforge как изменилось 23 тысячи гилд ворс 2 классы кем играть на каком сервере 21 тысячи просмотров sportsman онлайн самые первые видео на канале ну это я вот так как дежурно загружал тогда я даже не предполагал что она соберет 20 тысяч просмотров и была самая популярная трансляция в этом году skyforge новый класс ревенант 19 тысяч человек посмотрела эту трансляцию но сколько-то в оригинале а сколько-то в записи да неплохо вполне для канала такого начинающего как мой я теперь думаю еще да как бы какие рубрики но все со временем будет завязано со временем к сожалению там канал не приносит такие деньги чтобы взять отказаться от работы начать заниматься чисто как канал но я был я бы хотел к этому стремиться честно сказать мне бы хотелось вообще уйти с работы и если наступит такие времена когда мой канал сможет меня прикормить но прокормить при таком же достатке как вот у меня есть сейчас то я конечно откажусь от работы и уйду исключительно в youtube деятельность мне бы этого хотелось я это вижу хочу я вас всех ребят поздравить обязательно с наступающим новым годом что я вам пожелаю я в первую очередь всем желаю здоровья это самая главная валюта в жизни человека в которую стоит действительно вкладывать деньги то есть люди покупают доллары покупают там йены я не знаю было сумасшествие почему-то никто не хочет покупать свое собственное здоровье или вложиться в него это единственная валюта который действительно стоит вкладываться и которые со временем становятся всегда всегда все дороже и дороже поэтому я вам в первую очередь всем желаю крепкого здоровья наступающий год это год собаки собака друг человека собака это преданное существо я вам скажу что мы испытываем особый дефицит в преданности в разной преданности в жизни между любимыми любимыми людьми в в дружбе мы испытываем дефицит я испытываю как блогер тоже дефицит преданности к зрительской да потому что я вижу что те люди часто которые только начинали со мной их почему-то нету они как-то отпочковывать приходят новые люди мне бы тоже хотелось видеть некую преданность есть люди которые вот прям начали как бы и они ведут со мной ями очень дрожу честно вам сказать хочу поблагодарить своих модераторов гирима в частности хочу поблагодарить чебурека большое спасибо сидит сумасшедший в два часа ночи на трансляции я готовлюсь он сидит ждет уже и и конечно это приятно что говорить мне приятно когда есть преданный зритель я хочу чтобы вас в новом году окружали преданные люди преданные друзья чтобы ваши любимые там девушки или молодые люди тоже были преданы вам чтобы вы были преданы своей работе потому что преданность это залог успеха потому что преданность идет от сильной любви а если вы что-то сильно любите то вы не можете делать что-то любить работать некачественно поэтому все одно из другого вытекает вот наверное это будет главный девиз года хэштег преданность 2018 это то чего я вам хочу пожелать ну и я не перестану говорить о том что говорят вот из нового года ушел праздник духа нету я вчера ехал казалось бы москва город большой до проезжая но темный район я вот посмотрел думаю скольких людей горят елки огоньки вообще темнота ребят просто все черное вообще просто темный район офигеть на новые дома люди должны радоваться как бы они заселились у них новое жилье там какой-то мандеж в дворах должны нет вообще гиблый город абсолютно гиблый практически нет никаких не елок ничего если вы сами себе вот это вот за спиной не сделаете если вы сами вот это вот синий напялить и то не будет никакого праздника потому что любой праздник он начинается изнутри если внутри вас есть праздник значит он есть и снаружи значит вы можете подарить его окружающим вас людям поэтому любой праздник идет изнутри если вы внутри светитесь если есть внутри вас эта жизнь этот праздник то он будет у вас и снаружи я вам искренне желаю почувствовать себе найти в себе вот это внутреннее тепло внутренний свет и принести его туда где в нем нуждаются не экономьте его спасибо огромное всем тем кто был со мной в течение этого года ребят я правда вами дрожу я действительно многих помню знаю по ником даже вспоминаю тех кто вообще всплывает там из начала канала например полгода не появлялся человек а я его помню ну как-то в голове все это откладывается благодарю за ваши лайки за ваши репосты тех людей которые делились видео которые не жадничали за это денег никто не берет ни с вас не с меня если вам что-то понравилось если вы решили как бы это продвинуть видео помочь как-то ведь это банальные элементарные вещи совершенно до поставить какой-нибудь там палец вверх и сделать репост в конечном итоге мне за это не платить я делал свое свободное время и делаю для вас в принципе потому что для себя мне это не нужно я это знаю это какую-то информацию там по какой-то игре я ее сам могу прочесть для чего я делаю чтобы с вами поделиться своим мнением зачем мое мнение для вас а для того чтобы обогатить ваш кругозор да чтобы вы знали не только такие точки зрения но еще и такие вот поэтому ребят всех вас поздравляю с наступающим вам отлично вообще желаю провести сегодняшний день желаю вам внутреннего праздника внутреннего драйва здоровья запала бодрости с наступающим вас новым 2018 годом и до встречи на канале иной гейминг channel пока пока и и и и Субтитры создавал DimaTorzok